так что у нас у нас 12 мая 2024 год надеюсь все успокоились по поводу того что харьков мешок не возьмут да уже все спокойно я просто не хотел сейчас коротенько записать о том что чем я там эти разговоры про харьков так удивили моя запись про то что никакой харьков никакие мешки не возьму она появилась 8 мая да то есть еще до начала того как рашисты начали пытаться через границу переходить я связи с чем делал эту запись потому что меня удивило насколько активизировались я про то что харьков не возьмут я говорю там и в декабре и феврале то есть как ну просто гипотетическая цель там как запорожье там харьков то есть но вот именно там 8 числа я просто напоролся на такое что нагло лгали просто причем на довольно таки авторитетный там ютубовских каналах то есть просто несли такую чушь блин на сотни тысяч просмотров люди да то есть ну сейчас я просто это какой-то экстрадинарный случай я с ютубом там связан так или иначе канаду смысле канал завел да я не то что там какой-то этот медиа этот самый представитель медиа медиа то есть с одиннадцатого года уже лет 13 я в жизни не видел из-за этого войну не видел что боты так активизировались смотрите все направлено на то чтобы у вас панику посетить я вам клянусь у меня там уже просто стихи на это в комментариях стихами блин на фиг пытается переубедить там какими-то там заманухами еще какими-то обещалками угрозами я не знаю там могли бы не плясать в комментариях начали выводим это просто трэш какой-то час мне читаю а что по поводу волынию сорок третьего года то есть давайте люди пытаются как угодно сдвинуть просто от того отвлечь что нихрена у них не получается они не могут нас победить россияне военным путем да они вербально нас пытаются блюдо канать то есть человек то есть у нас сейчас сотнями тысяч россияне убивают украинцев в моей стране сейчас граждан моих и они хотят выманить нас на разговор о событиях 80-летней давности когда не было ни украины как независимого государства не той же российской федерации которая нам что-то кладет сотнями тысяч людей так как гитлер последний раз только в европе убивал понимаете сколько сейчас россияне во главе с путиным у нас тут убивают в общем не обращайте внимание на этот самый по моему они действительно дальше я не знаю что не так вложили 100 лет ну это что-то платят за это пригожин уже сдолблен это животом тролли были пригожинские то есть его вместо кто-то занял но я не знаю кто там шайгу сейчас пытается показать что он сейчас завоюет харьков в тик токе там чего там самым не паникуйте там я выкладывал просто три кита дезинформации да и иммунитета дезинформации то есть вы смотрите на источник чтобы вам это рассказывал не стенгазета какая-нибудь а какие-то более-менее серьезные издания за иконами с там не знаю занимает тайп за вашингтон пост ну то есть какие-то там роитерс чтобы это был страйк рекорд чтобы было понятно что эти люди хоть как-то дорожат своей репутации люди газеты второе это что кто вам об этом рассказывает на каких источников ссылаются эти газеты то есть а он вообще компетентен в этом он вам про войну что-то рассказывает а он когда-то вообще воевал там да если он рассказывает вам там об экономическом кризисе а какое отношение к экономике имеет понимаете да это второе и третье не ведитесь на вот эти ну вербальные такие приемы когда человек на заре как всем известны как вы все давно знаем как говорит наша разведка нет вот это вот потому что это и рассказывают о том что захватят там крымский мост и там то есть начнут ядерные бомбы на нас и парище года это все хрень это все рассчитано на то чтобы выше 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 бить вас из седла понимаете чтобы испуганить вам настроение запаниковали вы там и опустили руки и протянули ноги да и что еще хотел сказать и опять же хороший по моему вчера алгоритме этот продумал буквально вчера про то что как гражданским оценивать опасность насколько далеко не от фронта стоит ли им текать или не стоит текать по моему личному мнению то есть еще раз говорю первая степень опасности до вашего места расположения долетают ну тем выше там живете долетают рады они бьют на 20 километров это фронт от вас 20 километров спросите это град прилетел лишь у это за осколки валяется чё пусть своих там кто побольше то стал кого вторая опасность это если до вас долетает уже ствольная артиллерия уже снаряды вам падают это 15 километров от вас линия фронта ну в основном да понятно что есть там часто немцы 100 километровые снаряды дают но у россиян в основном градов меньше бьют они слабее чем ствольная ствольная артиллерия у россиян гораздо больше и стреляет она поближе значит фронта уже к вам ближе то есть будет больше стрелять это ствольная артиллерия плюс не будут добавляться еще и рссо радость никуда не денется это фронт сдвинутся к вам вас уже накрывают и грады вас уже накрывает и ствольных это я в предыдущем видео говорил в арифме не в арифметическое про геометрическая прогрессия то есть у вас все время удваивает степень возводить и то есть если у вас прилетел там степень разрушения допустим от града 2 до от ствольной артиллерии будет не 3 а 4 а потом если до вас уже минометы долетая значит фронт от вас уже в 7 минометы дешевое оружие его делают очень много исправитут дело не только в том что разрушение которое наносит город там ствольные минометы о том что если до вас минометы доставить минометов можно наставить там штук двадцать относительно то есть у вас уже там степень разрушения не 24 а 4 умножаем на 4 16 понимаете и потому что у вас бьет сразу и миномет с вас и ствольная сразу и рссо рад по вам хринячек это все в одну точку и а 82 если добивают но это вам вообще не поможет стрелковая если начинается слышите стрелковое вооружение это вообще уже фронт можно рассматривать перемещение на линии на фронте просто с балкона там с крыши дома рассматривать до стрелка отнято и стекайте уже туда глаза глядят вроде все сказал одно и то же повторяю да из видео видео но блин нафиг кто-то это первый раз увидит кто-то 1 2 видит что-то я забываю постоянно мне уже полкинник блин у меня уже там амнезия вкупе с маразмом все не переживайте никакого харькова не возьмут берегите себя старайтесь и мы стараемся дожить до победы и приблизить вы старайтесь дожить до победы и приблизить слава украине и не переймайтесь все буду украина